Всем привет! С вами видеогазета, я Артём, это Ксюша. Сегодня наш второй в жизни велодень. И сегодня мы вместе с вами посмотрим, что будет происходить в этот день, кто как подготовился, у кого какие велосипеды и, самое главное, все ли готовы к пробегу на 5,5 километров. Этот велодень посвящен году театра. Сегодня нас ожидают велосипедисты в театральных костюмах. Возможно, мы их встретим. И они получат подарки от спонсоров. Привет! Сегодня мы на велодне. Расскажи, кто у тебя сегодня? Ну, это акула, она ручная. Я сошел на Черном море, подхватил себе попутчика и катаюсь с ним по России. Этот костюм с чем вообще связан? Почему ты в костюме? Лето. Лето, море. Как думаешь, возьмешь главный приз от спонсоров? Надеюсь. А сложно передвигаться или половники спасают на дорогах? Они помогают, но и мешают. Повороты очень трудные. А вообще, это первый твой велодень? Нет, в прошлом году был Тургеневым. Это из чего сделано? Сам делал? Хорошо. Просто, как бы, я писал все это, и я решил прокатить Тургенево на велосипеде по нашему городу. Какой это велодень ваш? Восьмой. Восьмой? А всего их сколько? Восемь орле было. И вы на восьми всех были? И вы волонтеры на каждом? Я на втором только. Расскажите, пожалуйста, как много людей, которые подходят очень грамотно к этому дню и в костюмах приезжают? Ну, на опыте прошлого года, наверное, не так много. Ну, сколько было? Участников семь, наверное, было. Сейчас пока не вижу особо никого в костюме. А вы сами на велосипеде катаетесь? Да, катаюсь. А почему сегодня без велосипеда? Ну, потому что не до велосипеда пока. Расскажи, какой ты раз на велодне? Первый, первый раз. Первый раз. Почему решил прийти сюда? Ну, вот решил поучаствовать. За восемь лет первый раз. Я тебя очень часто видел в городе на велосипеде. И ты все-таки созрел для того, чтобы сегодня поучаствовать в велопробеге, да? Да, да. Потому что раньше не было велосипеда. А в том году я не успел. То есть ты как почтальон Печкин? Да, 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 да. Ну, расскажи, ты очень качественно подходишь вообще к этому делу? Ты в шлеме, ты в очках, ты вообще во всем. У тебя тут аппаратура на велосипеде. Да, да. Как считаешь, что так каждый должен подходить вообще? Да, да. Все правильно. По правилам дорожного движения, как полагается. Ну, хотя каждый сам считает, как нужно. Но лучше не нарушать правила, как полагается надо. Сегодня поедешь по правилам? Конечно, конечно. Не спеша и тихо. Доброе утро. Как со спортом? На ты или на вы? Скорее всего, ну, на ты с великом, а не со спортом. А так люблю утренние пробежки, да. Вечерами катаюсь на велосипеде. А велосипедный сезон нужно начинать 1 июня или можно все-таки раньше уже выезжать? Конечно же, раньше. Как только тепло, снег растаял, весна наступила, солнышко вышло, уже можно сразу доставать белого друга и покорять города. Сегодня привлекает то, что можно покататься спокойно по улицам города перекрытым или, может быть, выигрыш? То, что спокойно и по городу покататься, встретить знакомых, друзей, единомышленников, познакомиться и поучаствовать, конечно же, в конкурсах. Потому что я уже не первый раз вообще на велодне и очень нравится. Самый запоминающийся велодень в вашей истории? Ваша история, ну, это был тот год предыдущий. Я участвовала в конкурсе. Ну, заняла, конечно, третье место, но все равно мне дарите сертификат. Я потом получила приз, на него купила. Познакомилась с новыми людьми, поэтому здорово. А так уже пятый год участвую. Расскажите, что за образ на вас? Я пешеходный переход «Зебра». Интересно, это прям как-то по-велосипедному. А почему именно «Зебра»? Может быть, знак «Стоп», чтобы останавливались другие велосипедисты? Ну, как должен быть велосипедист и знак «Стоп»? Не, на самом деле я хотела привлечь внимание своим образом, чтобы велосипедисты и другие люди, пешеходы, водители соблюдали правила дорожного движения. Это очень важно. Ну, а для меня лично это способ немножечко повеселиться сегодня. Раз в год у нас есть такая возможность. А какой у вас велостаж? У меня с детства. С трехколесного велосипеда. Я не прервала. Сейчас мы путешествуем с ребятами. Ну, у нас много интересного и все с велосипедами связано. Если пешком, то в горы. Но велосипед уже неразрывно со мной. Я езжу на нем на работу, и все. Я не слезаю с велосипеда. Что вы можете сказать людям, которые не спортивный образ жизни ведут? Ребята, велик – это классно. Садитесь на велик. Бросайте свои колеса. Садитесь и крутите. Меня зовут Юлия Кузнецова. Вы организатор этого мероприятия? Да, я один из организаторов этого мероприятия. А вот расскажите, вы знаете, кто придумал вообще вот такой праздник, и как это создавалось? Ну, вы можете почитать точно всю нашу историю на нашем сайте «Бэкдэй Орел». Этот праздник появился в Украине сначала, из странных СНГ, потом в 2011 году первый раз его провели в Курске. И Орел практически сразу подхватил эту эстафету, и вот мы уже восьмой год проводим праздник. А вот расскажите, были какие-то случаи, может быть, экстраординарные, кто-нибудь там куда-нибудь въехал или что-то такое? На самом деле мы выступаем, во-первых, давайте, у нас не марафон. У нас не скоростной заезд. Мы в спокойном режиме едем со скоростью 15-20 км в час. Это совершенно комфортная скорость для проезда по городу. Кто иногда падает, да, раскладывается на дороге, это люди, которые спешат, которые пытаются нарушить правила и там обогнать машину полиции, обогнать волонтеров и так далее. То есть у нас было пара таких случаев. Но если не нарушать правила, а в нашей раздатке, которую мы всем вот сейчас раздаем, там очень четко правила прописаны, и можно пока в ожидании велопробега их почитать. Если правила не нарушать, никаких проблем не возникнет. Велопробег стартанет через несколько минут, и мы пожелаем им удачи, крепких связок и терпения. И главное, не сбивайте друг друга. Подходит к концу велодень. Гонщики возвращаются с перекрытого города на место старта. Мы завершаем наш репортаж. Включайся в лето, смотри видеогазету, кликай на Орел Таймс. Садись на велик и мчи по Орловским улочкам. Подписывайся на наш паблик, ставь нам лайки. Спасибо тебе за просмотр. Дальше больше, дальше круче. Мы не останавливаемся. Крути педали, пока не дали. Крути педали, пока не дали.